Привет, это Reborn. Думаю, многие видели недавний дизер Сындука, в котором он, правда, практически ничего не показал. Так вот, сегодня вышел тот продукт, который он дизерил. Это оказался анимационное скетч-шоу, как он говорит, альманах, который рисовали множество авторов со всей России, множество художников со всей России. Я так думаю, это будет напоминать чем-то Любовь к смерти роботы, которые тоже рисовали огромное количество известных художников. Правда, я до сих пор не посмотрел этот анимационный сериал, поэтому давайте хотя бы посмотрим сериал Сындука. Я крайне уважаю этого человека, он делает очень много для кик-культуры, я люблю эту культуру очень сильно, вы можете это увидеть по моим предыдущим видосам. Поэтому давайте глянем и оценим в конце, погнали. Егор представляет. Это тоже, по-моему, какой-то аниматор, да? Я тоже видел. Егор Лоскутов. Первая реакция. Сценарий Егор Лоскутов, режиссер анимационный... А, не успел. О, прикольно такой... Я не знаю, как называется, как грязненький, немножко рисунок. Вау, офигеть, просто... Нет, ну вы это видели? Все, тогда, наш сын ничего не добьется в жизни. Мы продолжаем снимать реакцию на муравьев. Ого, вау, вы это, сука, видели просто... Я сейчас снимаю реакцию на реакцию. Как это комично. Офигеть, батюшки святые. Ну что ты теперь скажешь? Кстати, спасибо за донаты. Офигеть, неплохой такой донат. Снаряд, я еще не конец. Я всем докажу, что он ничего не добьется в жизни. На, ты чего? Падня, нет! Какой злой путь. Да, пойдешь в нормальную работу, как ходил я. Никакого больше интернета, я докажу, что я прав. Падня, до чего отпусти? Ну куда ты? Сделайте из него токаря. А, это сейчас, наверное, куперечный. Нет? Ну да, я не могу, да? Желись на мне. Или снова ваша любимая передача. Люди, которые работали на заводе. Я так понял, это уже другой какой-то все пошел, да? Ились в этой жизни больших успехов. Сегодня у нас в гостях бывший токарь, который ныне владеет. А, не всему миру. Станислав Чупальцев. Шука! Ну, я ему строю. А, что тебе не нравится? Твой сын стал, блин, известный. Чувак, камон, успокойся. Наслаждайся жизнью. У его замок и подкину ему взятки, чтобы мы посадили. И я докажу ему. Я ему докажу, что он никто, он ничего не добьется в жизни. Но сначала, сначала я... Может, уже работа найдешь. Так, объяснял Кин и горло Скутков. Блядь, я ведь не успел, прошу прощения за мат. О, господи! Фух, ну и жарища. Даже кондиционер приходится включать. И это январь. Да, уж, глобальное потепление... А у нас сейчас май и тоже жарища. И нет, вам не шутка. Эм, тихо, старик, ты чего? А что такое глобальное потепление? Вот чёрт, тварюга, так и знал, блин. Ну, спасибо. Да, спасибо, старый кретин. Ну, объясните, что такое глобальное потепление? О, нет, 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 блин. Только не сегодня, я же хотел отдохнуть. Я же сам не знаю, что это такое, как я смогу объяснить об этом тебе. Господи, как я ненавижу эту сраную заставку! Объяснял Кин и объяснял Кин и, как на среде всё ужодно. Объяснял Кин и объяснял Кин и знают обо всём вокруг. Расскажите, что почему и да, что куда, зачем и столько да. Объяснял Кин и объяснял Кин и крепче не найдёшь семьи. Сери 256. видишь ли сынок глобальное потепление это быстрое повышение температуры климата нашей планеты которая во многом вызвана деятельностью человека логично я думал будет какой-нибудь сложный например пердежом твоего отца заткнись идиотка я вообще-то пытаюсь объяснять ключевой слова пытаюсь видишь ли сынок деятельность человека на на черт вылетела из головы спасибо блины за тебя наш ребенок вырастет тупые все из-за вашего придержа потому что в нем твои ген мои гены дедушка тебе всего объяснить классная семейка не положено детское сиденье и что-то типа того меняется запарниковых газов которых становится все больше пример и за сокращение численности лесов которые постоянно горят из-за большого количества мусора разлагающегося на шелках из-за различных заводов и электростанций очень бы хотелось чтобы сильные мира сего вот это вот увидели и подумали но о чем это я вообще говорю ну и из-за двигателей внутреннего сгорания автомобилей которые сжигают топливо поэтому я сожгу автомобиль да изменение климата действительно пугает из-за повышения уровня мирового океана многие странные города включая наш уйдут под воду погибнет множество людей а в других регионах из-за засухи иссякнут запасы воды и продовольствия что приведет к вооруженным конфликтам и борьбе за ресурсы от этого погибнет не меньше людей как видишь все умрут тупой отец чуть не убил его мы переживали что с тобой что-то случилось пап какого хрена но кто-то же должен был рассказать ему про глобальные путь вы с дурачки там заняты своим теплении какого хера ты сделал с моей машиной и давно было пора продать и купить новую ну или сжечь это потому что вне двигателя внутреннего сгорания вроде все верно освещение ребенка из семьи спокойно старик о господи серьезно такое реально бывает знать старый говнюк это семейное дело ты понял мы должны объяснять ему эту тему которая еще и высвалась из-за твоей вины еще раз ты вытворишь подобное мы отправим тебя в дом престарелых а у вас нет домов опять эти сраны объяснял кин и будешь начать в особом климате в кутузке не сбился тогда и ступа где бабуля теперь вы должны объяснить ему что такое кремация живое пиво данилы поперечный в посмотрим а ну конечно поперечный с пивом ничего удивительного режиссер анимации семен поляков с улицы казалось чтобы чего все понятно мозгов поперечного на больше не хватило президент антон егор президент антон специальное обращение президента антона я президент антон давайте поговорим пожалуйста чего чего вам не хватает хлеба это кто к шестовский я правда не могу понять вы вечно жалуетесь но я хочу быть рядом я хочу быть понимающим президентом так давайте же действовать вы помните ситуацию когда вам постоянно вообще кажется какой-то мистер фриман она мешают люди когда вы идете быстро они идут медленно ты будто участвуешь в какой-то странной гонке только в реальном времени и велика вероятность врезаться в кого-нибудь так вот это все потому что ты 2d этой ситуации больше нет мы ввели закон по которому все люди двигаются с одной скоростью как насчет того чтобы избавиться от неловких ситуаций с театрами в каждом городе очень много театров в которых идет слишком много спектаклей и ты постоянно чувствуешь себя тупым потому что не ходишь туда знакомая ситуация да верно в общем мы закрываем театры больше этой проблемы нет а проблема с актером режиссером или музыкантом псевдоним или фамилия которого постоянно вертится на языке но ты никак не можешь вспомнить его и тебе приходится гугли кимбер бить а интернет тупит потому что ты находишься в здании вспоминаешь его фамилию или псевдоним только посреди ночи когда это уже давно никому не нужно знакомы мы решили эту проблему запустим дирижабли с этими псевдонимами и фамилиями чтобы вы больше не суетились они же заодно решают проблему людей которые расстраиваются что не родились в золотой век дирижабли о кажется и мой дирижабль скоро отправляется ну что ж был я до встречи в следующем выпуске у меня есть еще много всего что улучшить жизнь в стране аж страшно ну да это прям это прям как какая-то любовь смерти роботы прям с таким же наклоном по моему навиксан какое-то лекарство кто не любит вкусно поделся однако последствия в виде изжоги не всем по вкусу попробуйте навиксан передовое средство быстро и точечно устранит вашу боль добравшись до самых ее очагов отряд помощи уже в пути а где я буду взяли привет я хочу поговорить о вчерашнем служба меня не менее смущает то что пожарники опустились пожарные опустились в желудок мне больше смущает где не взяли воду что ты уверен что сейчас лучшее время для этого да я просто хотел поделиться своими переживаниями я ни хрена не слышу разговор нет поговорить но я хочу обсудить и это нечем обсуждать и по моему это было искренне мы нажрались я не хочу об этом говорить это был не прости это была не ошибка типа топ сценарий егоров лоскутков и егоров надо егор лоскутов режиссер анимации михаил соколов композинг это чё это типа композитор чё-то на лунитюн какой-то тип это это немножечко так шеф но мы же ничего не сделали не переживайте шеф все будет тупые имена если до конца недели раскрываемость не повысится вы у меня сосать будете понятно тормозите вы его раскрывать преступность елки-палки топ что же нам делать спокойно тип мы же все-таки борцы с пристав вот преступность раскрываете посадите себя будет офигенно топностью я думаю пора нам взяться за дело все-таки мне кажется надо пойти домой отоспаться согласен мы сделали что могли ничего мир диванов кажется не видать нам квартир тип это уже так разложился за сутки блин чип кажется у меня есть идея а да мы будем сейчас совершать преступление и раскрывать их так что ли не понял сегодня благодаря действием полиции был наконец пойман опаснейший преступник на его счету 274 убийства 500 изнасилований 2300 нарушений правил парковки мошенничество который терроризировал город весь год преступник уже покончил с собой в одиночной камере и кто-то съел весь праздничный так я тоже видел неправда автор так парень я не успеваю прочитать так ладно музыка классно вообще мало того что они придумали сюжет анимации вообще офигенно это уже видел нет ну чё я могу сказать друзья по моему получилось просто офигенно я есть честно даже не ждал того что сэндук сделает такой прям офигенный проект насколько я понимаю это премьерная серия первая серия и будет продолжение жду его прям очень сильно буду снимать реакции на каждый вот такой вот вот на каждый вот такой вот скетч шоу поэтому если вам понравится ожидайте можете кстати лайк поставить подписаться на канал и комментарии еще оставить ну и вроде все что хотел я сказать я сказал с вами был реборн всем пока